Уважаемые коллеги, у нас проводится курс по детской нейрохирургии, который включает в себя мастер-класс по нейроэндоскопии. Курс организован кафедрой детской нейрохирургии Роман-По и Институтом нейрохирургии имени Бурденко. Традиционно наш курс включает двухнедельный подробный дистанционный курс лекций по теории, по всем заболеваниям, которые встречаются в детской нейрохирургической практике. И такой курс заканчивается мастер-классом. У нас два мастер-класса. Это мастер-класс по нейроэндоскопии и второй курс – это по нейрохирургическим доступам и микроанатомии мозга. Таких курсов два. Традиционно мы проводим мастер-класс по нейроэндоскопии осенью каждого года в октябре-ноябре ежегодно. Этот курс ориентирован прежде всего на нейрохирургов, взрослых или детских, это без разницы. Просто чаще всего нейроэндоскопией лучше владеют детские нейрохирурги, потому что те заболевания, для лечения которых требуется нейроэндоскопия, чаще встречаются у детей. Этот курс проходит в течение трёх дней от простого к сложному. В течение первой половины дня мы читаем лекции, максимально практические, с описанием той или иной методики, тех или иных инструментов лечения конкретных заболеваний с помощью нейроэндоскопической методики. После обеда, вторую половину дня, у нас занимает, собственно, мастер-класс. Мастер-класс состоит из трёх частей. Первый день мы объясняем общие принципы нейроэндоскопии, мы объясняем устройство нейроэндоскопа, как правильно его собрать. Показываем его работу на самых простых моделях. Это может быть апельсин, это может быть перец, это может быть простая модель, чтобы курсанты привыкли к тому, как держать эндоскоп, как его собрать, как настроить увеличение, фокус, подключить ирригацию. Второй день у нас проходит занятие на специальных симуляторах. Это модель головы человека с очень точной латексной моделью мозга. Она в точности повторяет анатомию мозга как наружную, включая все извилины, так и, самое главное, внутреннюю анатомию боковых желудочков и третьего желудочка. Курсанты могут дифференцировать достаточно тонкую анатомию, которая включает в себя сосудистые сплетения, отверстия МОНРО, свод мозга, хоридальные артерии, вены этой области, а также дно третьего желудочка, где мы тренируем выполнение тривентриколостомии. Тривентриколостомии обычно посвящено целое занятие. Это наиболее распространённая методика в желудочковой эндоскопии. Но на втором занятии в тот же день мы отрабатываем такие методики, как септостомия, как пластика силе водопровода, стентирование силе водопровода, биопсия опухолей и целый ряд других методик, которые нужны для выполнения тех или иных процедур в детской нейрохирургии. Третий день является наиболее насыщенным. В этот день мы используем биологические модели. Это крысы, которых мы используем для имитации полости бокового желудочка. Используется брюшная полость крысы, наполненная физраствором, которая является достаточно точной имитацией размеров и полости бокового желудочка. На этой модели мы отрабатываем все уже настоящие навыки, включая коагуляцию, остановку кровотечения, пересечение тех или иных сращений. Эта модель очень хорошо может показывать такие операции, как тривентрикулостомия, как вскрытие кист, как пересечение арахноидальных сращений. Обычно к концу таких занятий курсанты получают полный набор навыков и компетенций, которые позволяют им выполнять такие операции в своей клинической практике. Очень интересное мероприятие. Я впервые на таком именно панейроэндоскопии. Мне удавалось попадать на хорошие кадаверные курсы в Европе. Я думаю, что это мероприятие нисколько не хуже. Послал я сюда благодаря компании Гарл Шторц. Все эти три дня прошли очень интенсивно. И теоретическая часть. В принципе, будучи опытным хирургом, я понимаю, о чем идет речь. Но вот эти нюансы, которые рассказывал Сергей Кириллович и другие лекторы, они очень важны, потому что дьявол, как вы знаете, кроется в деталях. И лекции зарубежных коллег, которые мы сегодня слушали, например, они говорят о том, что есть новые сферы, куда можно применять нейроэндоскопию. Есть эндоскопическая ассистенция, которая, в общем-то, тоже должна присутствовать в нашей практике. Поэтому я очень благодарен компании Гарл Шторц, благодарен ее сотрудникам, благодарен кафедре и благодарен Институту нейрохирургии Бурденко. Лично Сергей Кириллович, это то, что он так, с таким воодушевлением, с таким азартом, что ли, да, рассказывает о своей специальности, о том, что он умеет, и делится этим очень открыто и без моментов, которые бы были тайны для нас. Такие очень уважаемые преподаватели читают лекции и рассказывают о таких тонкостях, включая Сергея Кирилловича, которых никогда нигде ты не узнаешь. Наверное, самое главное, что удается работать руками, что сейчас очень сложно, и ты отрабатываешь все эти технические навыки. И поэтому такие циклы, на мой взгляд, уникальны, и на такие циклы хочется приезжать, даже независимо от твоего опыта и понимания. Одно из немаловажных – это все-таки в университете нейрохирургии Бурденко в Москве. Это тоже большую роль играет. Так что хотелось бы поблагодарить всех, в первую очередь преподавателей, сотрудников компании «ШТРОС», которые позволяют проводить такие уникальные для практической работы обучения. Уважаемые коллеги, мы приглашаем всех на наш уникальный курс. Он проводится вот только в нашем образовательном центре, Института нейрохирургии. Проводится раз в год. Если у нас будет много желающих, то мы можем организовывать дополнительные курсы дважды в год. Поэтому я думаю, что вы получите все необходимые навыки и получите профессиональное удовлетворение. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.